Сколько ты заплатила за бокс по бабкам? Сколько заработала на конвенции? Всем привет! Я нахожусь на конвенции в Милане и столько тут интересного, что хочется вам показать. И не понимаю, как это сделать так, чтобы было смотрибельно, коротко. Попробую интересные моменты, на мой взгляд, вам показать. А так советую посетить лично. Итальянский? Сын, типа? Ребенок, да? Бомбино это мальчик, а бомбино это девочка и дочка. Бомбино мальчик? А бомбино? Да. Бомбино? Бомбино? Да. Какой-то. Парараруку нитальяно. Дай паран, да? Купер оппонент. Это твои студии. Да. Чего говорят, нравится ему процесс. Да, да, да. Басси у нас в режиме работать. Карина, хай. Здравствуйте. Слушай, я хотела тебя спросить. Ты стажируешься, да? Да. У меня стажировка в итальянской студии. Говори погромче, у нас нет петличек, тут шумит. Погромче говори. Я работаю в итальянской студии. Сколько ты там времени уже находишься? Пять месяцев, пять месяцев, да. И еще ни разу не брала машинку в руки? Нет. Они предсчитают, чтобы я рисовала пока. Но через неделю-две, по-моему, у меня должна быть первая татуировка. Вот. Я делала еще татуировки на синтетической коже искусственной. А чем они объясняют, что так долго рисовать, и сколько ты эскизов уже нарисовала? Ну, эскизов я нарисовала, я не знаю, сколько, очень много. Но я даже это не считала, очень много. Просто никакая политика, я не знаю. Я сама этого не понимаю. Потому что я все время спрашиваю моего друга, который татуировщик. он тоже не понимает. Они не объясняют, просто говорят, и все? Ну, они говорят, там, ты еще не готова, пока рано. Как-нибудь так, не знаю. Они считают, что... Ну, хотя я рисовать умею. А и бесплатно это все, да? Все, да, бесплатно. А сколько ты дней в неделю там находишься? Ну, я нахожусь там с примерно 11 до 4, потому что потом мы идут забирать детей с садика, с школы, везу их домой и как бы не возвращаются. У меня такой полу, как это называется, парт-тайм. Ну и зачем тебе это надо вообще? А от другого выхода нет. У меня нет других студий. То есть там есть еще одна вроде студия, но она будет примерно такого же плана, а по-другому как. То есть мне же нужно все-таки, чтобы какой-то... Но ты хочешь прям стать тату-артистом, да? Ну да, да, да. Обязательно. Пытаюсь пройти. Спасибо за субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Курасов, да? Это очень талантливый художник. И мне удалось немножко подкратиться к ней в бокс. Вот так он выглядит. И сейчас она будет мыть работу. Я пару вопросиков задам. Сандра, а ты мне скажи, у тебя большинство клиентов мужчины или женщины? И мужчины, и женщины. Нет, ну, не отслеживала, да, большой такой разницы? Они одинаковы примерно, да? Ну, да, да. А вот сколько ты за сеанс делаешь, допустим, не знаю, плечо там или предплечье? Я просто видел вчера бедро ты делаешь, там пиздец какой большой размер. За сеанс? Да, за сеанс. Ну, А4 или плечо или низ. Ну, вот это два дня. Не знаю, сколько часов, по 7. Ой, ну круто, круто, вообще круто. А какой машинкой ты работаешь, какими иглами? Ну, это всегда такой вопрос интересный. С Ионом и Чайя Литвами. 15-й раунд Магнул, 23-й раунд Магнул, 9-й Шейдер, 5-й Шейдер, 3-й Лайер. Ну, короче, штук 5 иголок ты используешь, да? Да, да. Бывает даже 3-й, это 15-й, 23-й и тогда 5-й Шейдер. А заточка не влияет на твою работу? Нет. Вообще без разницы, да? Взяла большую иголку, пофиг там, 25-й. Да, я ничего не понимаю. Да. Я беру, что есть, но в последнее время тоже единственное, я беру на темный цвет, одну иголку на светлый, ну, чтобы не пачкать. Да, да, да. А так, так ничего больше. Ты сейчас будешь выставлять в Best of Show, да? Нет, потому что мест нет уже, там уже есть сразу. А, да, тут, кстати, тема такая, да? Да. Как мы ограничили, там 10 человек, блядь. Ну, это типа так, повезет, как очередь в Саня. Да, да. А я в очереди не хотела с тобой. А что, она больно делает? Ну, она чуть-чуть. Пэйн-мастер. Пэйн-мастер? Пэйн-мастер? Да. А, вери Пэйн-мастер. Да. Ну, ладно, знаешь, что еще Сандра хотел спросить? А не хочешь приехать нам в гости в Екатеринбург? Конечно, конечно, как будет возможность, я делаю весь мир из Саня. Будет возможность, я делаю весь мир из Саня. Из Саня. Все, мы бы очень хотели тебя увидеть. Спасибо тебе большое. Все, давай, пока-пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Что это, допустим, людям, которые хотят делать татуировки и живут, допустим, рядом в Европе или вообще из России, ехать сюда, чтобы что-то увидеть для себя нового или, ну, нахуй? Татуировщикам или людям? Татуировщикам, я знаю, что им все равно что-нибудь. А которые интересуются татуировкой? Я однозначно за то, чтобы все посещали тату-конвенцию, хотя бы потому, что я вроде татуировщик. Вроде всех знаю, но я сидела в будке с такой талантливой, просто крутейшим мастером из Австрии. И вообще я в шоке, я вдохреплена, хочу творить. Вот, и поэтому точно так же народ, который не в теме татуировок, он может пройтись, найти для себя какого-то супермастера и потом к нему съездить. Чтобы посмотреть, как татуировки выглядят вживую. А то эра фотошопа, знаете ли? Да, ладно. Это такой общий вопрос. Сейчас личный вопрос. Ты что, работала? А ты что меня так близко снимаешь? Блядь, я боюсь, что не слышно будет. Но я тебя потом красиво издалека сниму еще. Ладно, поверила. У меня вопрос. Сколько ты заплатила за бокс по бабкам? Сколько заработала на конвенции? На бокс стоил 450 евро. В этот раз я не сильно напрягалась. У меня была одна клиентка, по-моему, 800, вторая 500 и третья 450, что-то такое. Но я меня не сильно напрягала, что не вплотнуюсь, я делала записи такие. Я просто знаю, что обычно в среднем день здесь у мастеров стоит где-то тысяча-полторы евро. Но я говорю, что я не хотела там как-то очень сильно. Ну, конвенции для меня не способ заработать, я всегда об этом говорю. Потому что гостиница, еда, бокс – это способ вдохновиться. И познакомиться с новыми людьми, и оставить частичку татуировки в другой стране. Но ты вдохновлена сейчас? Да, я прям кайфанула от вот этой девушки. Я забыла, естественно. Ее зовут Изабель, забыла, как Инстаграм. Ее звучит, но она просто в ушко вообще. В общем, они делали такую работу. Три дня, три дня, да? Три дня и не закончили, потому что девушка уже не смогла терпеть. Первый день, да, второй день – это примерно 5 часов. А кто работал? Три дня и ты? Да. Да. Да, хорошо работал, ребята. Спасибо. Народу прямо умотаться. Сейчас уже конец последнего дня. Люди собираются, уходят. Но, допустим, дойти от одного бокса до другого проблематично, потому что толпа народа. Сильных мастеров в такой концентрации тоже давненько я не наблюдал. И это как бы круто. То есть, если ты хочешь себя почувствовать говном, ну, обычно это надо, если у тебя какая-то сильно здоровая корона, приезжаешь туда и понимаешь, что, ну, таких специалистов на самом деле очень много и делают они круто. Поэтому всем советую участвовать на крупных мировых фестивалях, чтобы вдохновиться тем, что создают люди рядом. Вот, fest of show. Три дня работали. Молодцы. Free days? Free days? Да, free days. Free days. А, кто? Кто тату артист? Тату артист? Какой назван тату артист? Тату артист? Вантер Монтеро. Вантер? Монтеро. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, ребята, показывайте свои победы. Это конгредиент. Белый шоу. Первый место. А я бесстану. Большое, ребята. Хорошо, ребята. Хорошо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok